еще раз добрый день коллеги сегодня у нас интересная тема это очень можно сказать свежайшая наша разработка доработка система персонализации то есть ну так скажем эта система она давно была необходима для нашей электронной библиотечной системы и для любой другой потому что точная работа персонально с каждым пользователем статистика по каждому пользователю она необходима для того чтобы предлагать более лучшие условия лучшую литературу и помогать в обучении так как все переходит у нас постепенно в онлайн разработку мы эту завершили буквально недавно у нас было два этапа вот сейчас произошло завершение именно второго этапа то есть сначала мы внедрили возможность это из размещения структуры в бс вот дальше мы поработали с не с несколькими вузами которые захотели с нами так скажем на альтруистических началах помочь нам мы получили от них обратную связь и внедрили те необходимые изменения для того чтобы получить уже вот итоговый результат который как я надеюсь всех у нас устроит ну что начнем небольшое вводное слово да ну в наше время когда поток информации непрерывен и безграничен то персонализация играет ключевую роль в обеспечении каждого пользователя индивидуализированным опытом особенно это касается администраторов корневых пользователей преподавателей в первую очередь вот поэтому сегодня мы обратим внимание на важный аспект всех современных электронных библиотек это систему персонализации то есть эта технология ну она инновационная технология сейчас она дает не только ну как бы усиливать доступность контента но также создает уникальное взаимодействие между читателем пользователем студентом и эту информацию которую мы предоставляем а также между студентом и преподавателем между составом преподавателей и корневым пользователем проректором например то есть само обучение через библиотечную систему становится более удобным и конкретизированным о чем мы сегодня поговорим давайте тезисно а первое это о внедрении самой этой системы в нашу ЭБС университетской библиотеки онлайн я уже сказал что произошло у нас завершение второго этапа внедрения этой системы я немножечко глубже расскажу и ознакомлюсь с разработками и дам небольшую оценку удобства нового интерфейса определим с вами что такое вообще персонализация с точки зрения электронной библиотечной системы мы поговорим о сохранении данных о пользователе включая их принадлежность факультету кафедре учебной группе также о возможности вести структуру в пределах одной учетной записи с филиалами вуза если они есть то есть помимо одного вуза есть еще у него филиалы все это можно интегрировать ну а также есть возможность выгрузки всех необходимых данных по конкретным группам для уже более точного дальнейшего анализа поговорим о целях и задачах этой системы персонализации выгрузки статистики анализе данных в разрезе студентов преподавателей в разрезе факультетов кафедр групп вот поговорим об облегчении процесса анализа и отчетности перед вышестоящим руководством также следующим пунктом у нас будет это преимущество правильной структуры вуза как правильно и как необходимо привязывать студента к факультетам кафедрам группам и возможность преподаватель видеть работу с учебной литературой каждого студента следующим пунктом это у нас связь с новой разработкой интегратор контента песочница я уже проводил вебинар на тему нашего нашей новой разработки интегратор контента песочница работа по персонализации это скорее всего как бы так сказать продолжение работы с этим интегратором то есть это необходимый необходимое внедрение для более для более точного и для более правильного правильной работы этого интегратора и также я вам покажу уже в конце как конкретно пользоваться этой персонализации после этого мы вернемся к интегратору контента песочница я быстренько пробегусь по по этой разработке для того чтобы вы так скажем больше поняли в чем их связь и вообще для чего это все было нужно ну что начнем работа была правда сложная трудоемкая в первую очередь очень сложно нам как разработчикам наладить обратную связь между нами и вами как пользователями мы все-таки с вами в большинстве своем разговариваем на разных языках мы не знаю к сожалению может быть к счастью не можем понимать досконально суть вашей работы вот поэтому после первого этапа просто внедрение возможности персонализации структуры вуза вбс прошло несколько месяцев в которых мы работали с другими вузами для того чтобы понять те точки те необходимости в этой системе и правильные решения чтобы облегчить в первую очередь работу вам а нам понять что нам дальше делать поэтому мы наконец я надеюсь успешно совершили этот второй этап внедрения системы поэтому теперь у нас и у вас есть уникальная возможность сохранять и структурировать данные о пользователях в соответствии с их принадлежностью к структуре вашего вуза то есть опять же кафедры факультет учебная группа курс вот поэтому давайте ознакомимся посмотрим что такого мы тут наваяли что вообще означает это персонализация да это не только удобное хранение данных а пользователей то есть первую очередь пользователи занимаются тем что читают книги то есть пользуются литературой которую мы предоставляем учебному заведению любому преподавателям и другим пользователям очень важно отслеживать эффективность отслеживать вообще качество количество пользования учебной литературой поэтому то персонализация как раз и необходимо было для того чтобы предоставить эту точную информацию для преподавателей так продолжаем что мы какие у нас цели и задач что вообще эта система нам дает она нам дает возможность выгрузки в табличном например виде статистики для определенных кафедр факультетов институтов анализ данных в разрезе студентов и других видов пользователей и соответственно отчетность перед вышестоящим руководством преимущество правильной структуры внедрение персонализации в нашу электронную библиотеку онлайн приносит значительные преимущества для учебных заведений с правильной структурой привязка студентов факультетом кафедрам учебным группам облегчает отслеживание успеваемости и эффективное использование ресурсов библиотеки в частном случае наши библиотеки вот точность структуру вуза также обеспечивает надежную аналитику поддерживая обоснованные управленческие решения эти преимущества способствуют более эффективному и персонализированному образовательному процессу я в дальнейшем остановлюсь более подробно на процессе получения структуры внедрения и вообще работы корневых пользователей ваших вузов с вот этой системой персонализации потому что мы столкнулись с небольшими трудностями но в первую очередь так скажем не с большим не явным желанием корневых пользователей ваших вузов не только ваших внедрять эту структуру для кого-то это сам процесс оказался сложным для кого-то это вообще некогда не хочу и нам это не нужно вот но я еще раз повторяю я очень надеюсь что вы донесете до своего руководства может быть сами поймете важность этой работы она абсолютно не сложная я покажу как это делается внедрение этой структуры плюс мы еще пошли навстречу мы можем просто сами внедрить эту структуру получив от вас ее в виде там табличном виде какого-нибудь вордовского файла или еще как-нибудь в электронном виде то есть мы можем у нас пока есть такие возможности так скажем руки имеются для того чтобы это все внедрить и вам было уже дальше удобно пользоваться ну и а связь с песочницей о которой я и говорил интегратор контент песочница это возможность любой блок контента литературы то есть например учебник разбить его на кластеры и использовать их для своих каких-то работ например создание обучающего курса преподавателем для студентов книжку можно разбить и выделить из нее любые куски то есть там текст может быть какие-то определения можно туда внедрить карты можно аудиозаписи внедрить целиковые учебники и все это дать не просто списком учебников для студентов мол вот есть у нас курс мы его прочитали а для закрепления вот пожалуйста вот такой список нет можно полностью ссылками на конкретные блоки и эти блоки будут просто открываться нужным нужным контентом и студент учащийся может и это все с этим работать а персонализация в этом случае поможет отследить преподавателю как и работал ли вообще тот или иной студент с этим курсом с этими блоками контента вот давайте перейдем а соответственно уже к самому важным как пользоваться этой нашей системой персонализации еще раз хочу сказать что наша эта система она разработана с учетом ну максимальной простоты пользования ничего в ней сложного абсолютно нет навигация легкая интуитивно понятный интерфейс вы можете легко управлять и структурировать данные вашего вуза все операции связанные с привязкой факультетом кафедрам группам а также выгрузкой данных доступны всего там в один два простых шага мы создали систему которая делает процесс этой персонализации простым обеспечиваем максимальное удобство для вас как пользователей на всех этапах взаимодействия структуру можно увидеть авторизуясь то есть когда пользователь авторизуется в нашей электронной библиотечной системе у него есть такой раздел называется вот я указочку возьму называется мой вуз перейдя в эту вкладку вы видите свою структуру здесь в данном случае она сейчас сжата есть вот мы для примера абсолютно сделали это это не какой-то вуз в нем мы показали что есть как бы головной филиал и есть несколько других филиалов для того чтобы видеть всю общую структуру вуза чуть правее вы видите скриншот кусочка этой структуры уже развернуты например вот мы взяли филиал в Екатеринбурге у него есть кафедры есть специальности есть группы можно все это отсортировать по алфавиту можно редактировать то есть есть вот значок карандаша нажимаете и название любого элемента структуры где вы нажали можно соответственно редактировать можно полностью удалить этот элемент из структуры он раскрывается и закрывается с помощью вот такой вот кнопочки со стрелочкой опять же можно его добавлять вручную ну то есть вот в этом имея свою структуру вы заходите ну то есть головной пользователь или администратор которым мы предоставляем такие возможности после авторизации можно добавлять вплоть до группы то есть если вдруг вы считаете что вам необходимо и как какое-то еще добавление к этой структуре мы всегда вам пойдем навстречу пишите нам и мы сделаем как как вам будет удобно то есть вот вы увидели как выглядит эта наша структура внутри нашей нашей бэск то есть ваш вашего вуза вы это все хорошо можете посмотреть как добавляются пользователи пользователи изначально уже после того как ваш вуз подписался на нашу электронную библиотечную систему мы соответственно для каждого пользователя выдаем доступы и эти пользователи они разбиваются на несколько групп то есть есть головной пользователь там администратор например у него свой доступ и он в списке есть отдельный есть преподаватели которые имеют свою группу доступов и есть например студенты также есть абоненты организации как раз связаны именно с библиотеками вузов после того как структура создана головной может нажать на кнопочку добавить существующего пользователя в структуру например откроется дополнительное окно где он может выбрать кого он будет добавлять из этой структуры по типу пользователя и он у него появится весь список он ты можешь сортировать по фамилии по имени по отчеству может все выбрать и всех внести и так далее то есть здесь понятно интуитивно легко формируется в самой структуре уже пользователи важно правильно и точно это делать то есть если есть возможность например опять же корневой пользователь может не вникать подробности например о принадлежности определенного студента конкретной группе ему достаточно чтобы этот студент принадлежал например филиалу или как конкретной кафедре дальше уже преподаватель может зная более так скажем подробно эту информацию уже раскидать студентов по специальностям например и вплоть до группы это даст возможность увидеть конкретного пользователя конкретного студента его конкретное место в этой структуре какому филиану он принадлежит на каком факультете какой кафедре по какой специальности учиться и номер его группы тем самым можно будет объединять структурировать можно будет получать статистику по конкретной группе и пользователям этой группы то есть очень такая точная подробная статистика для дальнейшей вашей работы выгрузка также выглядит вполне легко можно выгрузить по каждому из разделов структуры то есть вот есть кнопочка она очень понятно в виде виде эксельки нажали и у вас происходит скачивание экселевского файла с его структурой то есть если бы у нас тут было бы больше всех соответственно был таблица была большая здесь вы видите айди это уж можно пользоваться этими данными для например обратной связи с нами то есть если вдруг какая-то ошибка по конкретному преподавателю или какому пользователю может быть его надо куда-то перенести вы не знаете как легче всего нам написать на help и указать его айди мы системно быстро сделаем то что вы хотите также вот здесь есть им фамилии отчества и тип пользователя можно структурировать можно по фритном порядке все это делать смотреть вот еще покажу то что в структуре очень подробно все описано вы вот видите тут например сразу количество вы увидите сколько здесь преподавателей сколько студентов сколько прочих пользователей таких как абоненты например и так далее по всей структуре как происходит работа с конкретно с пользователем когда структура то есть смотрите как мы еще подумали о том чтобы облегчить работу очень серьезно облегчить работу корневому пользователю либо преподавателю потому что набивать одно дело предоставить структуру или ее создать у нас в нашей эбс а другое дело размещать всех студентов коих тысячи в каждое место своей структуры что мы для этого сделали для того чтобы эту работу прям с вас снять после того как мы выкатим это это обновление каждый пользователь студент заходя и авторизуясь в нашу эбс прямо с этого же дня когда мы это все выкатим у него после авторизации выскочит окно так одну секунду выскочит окно в котором будет написано пожалуйста укажите дополнительную информацию о себе то есть как раз это просьба о том чтобы указать свое место в структуре своего вуза то есть у него у него выпадающие есть окошко начиная с филиала если он есть если нет филиала этого соответственно окошка не будет то есть он выбирает к какому филиалу он относится далее он выбирает к какому факультету он относится вот он здесь например выбрал вот какому факультет он выбрал здесь военный какой он кафедре выбрал и например дошел он до специальности если этой специальности нет то есть либо вообще списка специальностей отсутствует либо в выпадающем списке нет той специальности по которой он учится он может нажать на кнопку нужного нет списке связаться с администратором и вот третья картиночка у него появляется окошко для ввода этой информации он пишет туда ту специальность например которой он учится которой не хватает здесь в этой структуре нажимает подтвердить и это сообщение уходит головному пользователю администратору например вашего вашего вуза вот что происходит администратор заходя в нашу систему ЭБС авторизуясь заходит также на эту страницу со структурой и видит вот здесь вот предложения которые пришли от студентов когда он нажимает на эту ссылку появляется окно со всеми этими предложениями то есть вот они не показывают кто конкретно это предложил потому что это слишком будет много информации опять же если кому нужно мы это сможем в итоге раскрыть но он видит то что вот к автодорожному факультету например не хватает кафедры асфальтоварения и цифра 2 означает что 2 пользователя об этом написали и он может согласиться и тогда в этом факультете появится эта кафедра и тогда уже впоследствии пользователь сможет отметить себя вот именно уже глубже уже на этой кафедре либо отказать если главной пользователь видит что например это неправильная информация такой кафедры не существует либо что очень важно написано с ошибкой например асфальтоварение через букву В допустим поэтому естественно он не может согласиться и внести это неправильное название в структуру в структуру ВУЗа и так далее так далее то есть он может соответственно полностью его никто не будет постоянно всплывать какие-то там сообщения что вам опять кто-то написал он может в любой момент просто зайти и посмотреть сколько там за последнее время пришло ему предложений с каким-то согласиться какие-то отказать также мы будем делать рассылку но раз в неделю сейчас мы пришли к такому режиму раз в неделю головному пользователю будет приходить письмо о том что так и так в вашей системе пришло столько-то предложений по структуре ВУЗа в свободное время пожалуйста ознакомьтесь то есть опять же мы не спамим не по каждому предложению не присылаем письмо не никого не отвлекаем от его важной насущной работы но с другой стороны даем понять что да есть то есть и такая возможность и такая работа ее как бы необходимо сделать для ваших пользователей так вот так вот работает наша система что еще хочу сказать нам очень важно получить от вас обратную связь нам важно чтобы вы попробовали внедрить структуру какая она есть то есть мы то можем уже с завтрашнего дня например запустить вот эту вот систему в нашу ЭБС и всем вашим пользователям студентам начнут появляться эти всплывающие окна с просьбой отметиться в структуре но если вашей структуры там нет то есть ее не установили не внедрили нам не прислали если уж например головной не хочет сам внедрять ее то студент ничего не увидит у него сразу будет с нуля выбери филиал выбери кафедру и он начнет соответственно свое там писать будет целая куча сообщений ну в общем навряд ли это принесет какой-то серьезный серьезный результат поэтому вас очень просим донести информацию до ваших администраторов главных пользователей для того чтобы эту систему эту вот структуру внедрили или прислали нам для того чтобы мы это сделали за вас хочу услышать какие у вас есть вопросы по этой части нашего вебинара ну или как минимум нажмите на огонек если для вас все понятно вопросов у вас по этой части не имеется хорошо вижу отлично давайте перейдем к нашему следующему следующему следующей части это песочница я кратенько по ней пробегусь все таки эти две темы они очень связаны друг с другом что такое вообще наша песочница это уникальный инструмент с помощью которого преподаватель сможет сформировать учебный курс как конструктор используя любой контент из ЭБС размещая его на собственном домене или странице при этом не требуется дополнительной авторизации от того кто работает с контентом или внесения или для внесения дополнительных правок в код сайта что это означает студент получивший например вот этот вот учебный курс уже один раз авторизовавшийся в нашей системе в нашей ЭБС для работы с этим курсом для чтения в нем внутри будет открываться отдельная читалка и так далее ему не нужно будет заново авторизовываться по каждому вот этому элементу то есть если у вас например настроен бесшовный переход и вы уже внутри своей системы пользуетесь нашей библиотекой то работать это будет точно так же ничего дополнительного вводить не нужно для создания полноценного курса в нашей электронной библиотечной системе есть все необходимое у нас есть учебная литература методические материалы лекции видео тесты вот сервис этот рассчитан в первую очередь на работу с онлайн платформами для формирования учебных курсов ну такой как вот муду например она самая распространенная сейчас бесплатная и многие преподаватели ей пользуются и очень важный момент на наша вот эта песочница она не нарушает правила пользования лицензионного контента то есть авторские права они не нарушаются они это не так скажем не вытяжка из чужой книги которую там где-то показали а не внутри нашей ЭБС как должны сделать по договору нет все работает внутри нашей системы и для пользователей там например которые пишут пишут там курсовые работы и так далее также работают и соблюдаются правила цитирования тех или иных учебников этот интегратор контента нужен для чего для того чтобы ну с каждым годом наше образование учебные все технологии они становятся доступны быстрее и менее трудозатратным технологии уносят нас и наши возможности далеко вперед особенно это связано и вот эта работа с песочницей это так скажем эхо двух лет в которых мы из-за ковида сидели все по домам и соответственно обучение происходило в большинстве своем в режиме онлайн вот и с помощью нашего интегратора контента преподаватель может облегчить работу над учебным процессом существенно сократить время на создание учебных курсов мы предлагаем использовать весь огромный потенциал нашей библиотечной системы не только для обучения но и проверки знаний студентов на каждом этапе вот тут как раз и есть связь с нашей персонализацией то есть до этого до вот внедрения вот этой нашей сейчас новой разработки второго этапа персонализации отследить конкретного пользователя и его успеваемость и было невозможно сейчас после того как ваш вуз например внедрит свою структуру студенты отметить там свое место в этой структуре можно будет формируя курс делать его конкретно для например определенной группы в определенном там факультете специальности и впоследствии отслеживать по конкретному пользователю его результаты потому что в этот курс можно помимо литературы можно внедрить тест на проверку уже например прохождение этого курса и преподаватель в итоге сможет увидеть результат по каждому из студентов принадлежащих его группе как работать я вам сейчас быстренько объясню типы контента это как я уже говорил помимо книг учебников любой другой литературы как целиком так фрагментарно у нас есть карты тесты видео аудиокниги то есть любой набор необходимый для полноценной работы с студентом вот основа механизм предоставления нашего контента через песочницу это специально защищенные ссылки для их формирования необходимо указать домен или домен из которых контент будет отдаваться на площадке преподавателя то есть преподаватель заходя к нам в систему и заходя в песочницу он отмечает указывает например домен своего вуза если на этом домене будет размещаться этот курс либо например у вас развернута система Moodle на поддомене вашего вуза указываете его в ней будете размещать и тогда в этом случае вся информация будет передаваться и это будет защищенный так скажем канал и мы будем видеть статистику пользования и и вы иметь полную интеграцию с нашей ЭБС как получить контент из песочницы в каждом виде контента у нас есть специальные значки через которых работаем вот если вы например видите вот так вот будет выглядеть этот кусочек из например карты то есть название карты и вот этот вот значок при клике на него этот элемент будет добавлен к вам в блок песочницы также например можно добавить внутри читалки то есть когда уже зашли в саму книгу выбрали диапазон страниц которые вы хотите добавить хоть всю книгу хоть там блок там одну страницу две там там с 17 по 23 все соответственно вы получите специальный тег специальную ссылку для вставку в свой свой курс либо вот через кнопку экспорт вот при клике на этот значок который вам показал да появится окно с возможным видом кодов вставки количество доступных кодов у разных типов контента может отличаться каждый из кодов можно в один клик скопировать для этого надо кликнуть по иконке то есть вот вы нажали где-то например в читалке и вот три вида которые вы можете например получить то есть прямая ссылка на объект то есть напрямую на книгу ссылка на страницу описания то есть это с бип-записью страница например того же самого учебника или там вот здесь в качестве примера карта или сразу просмотр то есть это не будет ссылка на страницу там наше ЭБС это будет сама карта сразу вставлена в ваш курс либо есть второй способ как это делать можно делать отдельно подборки то есть у вас в личном кабинете в нашей ЭБС есть эта система при которой там там есть у нас прямо написан интегратор песочница и есть добавить подборку то есть вы можете через поиск что-либо найти то есть видите там по запросу Греции у нас вышло карты 4 штуки 100 книг и 6 аудиокниг вы можете каждый из элементов раскрыть нужную книгу нужную карту отметить галочкой чтобы она у вас попала в вашу систему и нажать добавить подборку все к вам туда попадет есть еще способ это уже через наш поиск например наш расширенный большой поиск кстати чуть отвлекусь мы туда сейчас внедряем дополнительную систему поиска через искусственный интеллект это не вот это вот сейчас все кругом модно хвалится это это реальная нейросеть которая с помощью таких серьезных алгоритмов обученная на более чем ста тысячах книг будет вам предлагать по общему запросу книги то есть если общий сейчас расширенный поиск он ищется по конкретике то есть для того чтобы найти то же самое там например историю математики вам необходима книга по истории математики вам нужно набрать истории математики и если этот этот запрос имеется в названии книги либо вы там ищите по тексту либо там еще тогда он здесь вот в нашем обычном поиске появится поиск помощью искусственного интеллекта позволит более так скажем расплывчатые моменты если вы конкретику не знаете как конкретно книга называется общее описание он по этому описанию и чем длиннее описание тем будет кстати лучше он вам подберет ту литературу которую вам нужно вернемся то есть вот здесь вот когда вы появился у вас список книг вы можете нажать выбрать действие и добавить песочницу и эта книга попадет у вас в этот в этот список как его использовать их нужно просто вставить этот код вставки в нужное место конечной страницы то есть вашего курса например как я уже показывал есть прямые ссылки есть ссылки на страницу описания и вот в итоге вот здесь вот внизу вы можете смотреть как это будет выглядеть например в рамках вашего курса это красиво никаких кодов никакой крокозябры то есть вот в виде ссылки все все очень аутентично и не нарушает так скажем структуру вашего курса если вы вставляете как сразу просмотр то вот так вот будет у вас выглядеть внутри курса уже сразу этот элемент то есть это не ссылка как в предыдущем слайде а это уже конкретный элемент того куска материал который вы выбрали также у нас есть банк тестов в котором уже есть много готовых тестов по разным направлениям по разным учебникам в первую очередь но вы также их сами можете создавать внутри нашей системы мы разработали это было весной еще эту систему при которой вы можете основываясь на определенном учебнике который в котором у вас есть доступ наше ЭБС создать свой тест здесь показывается как формируется сам тест как вы можете формировать вопросы ответы и так далее и соответственно в итоге когда он у вас готов вы можете его экспортировать и получить его для прикрепления к вашему курсу то есть по итогам вот что я по этому поводу и хотел еще раз сказать вот эта система персонализации она очень важна то есть я вам сейчас в виде песочницы привел только всего лишь один пример как она может работать и облегчать вашу работу вашу задачу преподавания но не только с этим связана необходимость внедрения этой структуры статистика очень важно видеть не общую статистику что вот такой-то вуз прочитал столько-то книг там такой-то мы доставляем статистику через разные системы вы можете ее получить она очень подробная но опять же она закрывается именно общим так скажем взглядом то есть количество прочитанных количество просмотров страниц вы видите но конкретно какая кафедра какой курс это сделал вы этого не узнаете пока не внедрите эту структуру в нашу систему персонализации а это вам опять же позволит очень серьезно подойти к вопросу статистики и пониманию того что вам дальше необходимо хватает ли данной литературы и данной там например подписки в наш ЭБС или ее можно расширить может быть какие-то из учебников пользуются чаще всего больше всего их можно внедрить там например в РПД и так далее то есть здесь я уже говорю больше как профан в этой области преподавания вы наверное лучше знаете как этим можно воспользоваться просто я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на то что это очень важно и именно качество работы этой нашей разработки ее эффективность она в большей степени в ваших руках чем так скажем глубже и активнее вы начнете с этим работать тем эффективнее и расширеннее будет информация которую вы сможете получить на этом у меня все если у вас есть вопросы я готов на них ответить вопрос смотрю нет тогда с помощью вот этих вот значков огоньков ответьте на мой вопрос как вообще вам наша новая система будет ли она вам полезна и вы вы в 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 Спасибо. У нас есть специалисты техподдержки, которые глубоко погружены в эту тему. Это не только с вашей стороны, но и с нашей стороны, так скажем. Мы заинтересованы в том, чтобы это все работало, потому что в первую очередь мы заинтересованы в максимальной подаче информации для ваших вузов, для вас, для улучшения вашей работы. Я тогда завершаю наш вебинар. Еще раз спасибо вам за внимание.